Всем привет! Вы слушаете подкаст Кабар Азия, в котором мы обсуждаем важные и интересные события, процессы, происходящие в странах Центрально-Азиатского региона. Сегодня в этом вам помогут разобраться редакторы Кабар Азии. Я, Наргиза Мураталиева. Я, Эрмек Байсава. В сегодняшнем подкасте мы обсудим влияние эпидемии коронавируса на страны Центральной Азии. И выяснить данную тематику, разобрать нам поможет наш гость Эсен Усубалиев, кандидат исторических наук, директор аналитического центра «Разумные решения». Благодарим Эсен за то, что согласились прийти сегодня и принять участие в нашем подкасте. Спасибо вам, что пригласили. Первый вопрос. Каким образом сложившаяся ситуация вокруг коронавируса на фоне закрытия границ и на фоне приостановки авиасообщения с Китаем влияет на политический аспект взаимоотношений с Китаем и, возможно, даже между собой, внутри региона? Хороший вопрос. Я хотел бы сразу оговориться, что я, конечно, не врач. Я могу рассуждать только с политической точки зрения. И, конечно, то, что сейчас происходит, беспокоит все страны Центральной Азии. Если мы будем разбираться, скажем так, детально, то если взять вопрос приостановки авиасообщений. Ну, наверное, в большей степени страдает сам Китай в том плане, что пассажиропоток между странами Центральной Азии и Китаем и так был за последнее время значительно снижен именно и наших граждан, потому что Китай ввел очень строгие правила относительно визы. И если сравнивать пассажиропоток, скажем, пять лет назад до инцидента в посольстве, три года назад было в посольстве инцидент. Четыре года. Четыре, да? Да. То он значительно ниже стал. И частота сообщений действительно снизилась. И в этом плане как бы наши бизнесмены уже перестали так физически туда приезжать, заказывать товары. Все происходит дистанционно с помощью различных посредников, интернет-платформ. В общем, в этом плане как бы торговля как бы велась так, и пассажиропоток значительно снижался. Вот китайские граждане, которые к нам приезжали по работе, бизнесу, действительно было много. Сейчас надо понимать, конечно, что Китай предпринимает экстренные меры по защите не только своей территории, но и соседей, в чем, в принципе, мы благодарны. У нас в Кыргызстане пока еще, слава богу, не было ни одного зарегистрированного случая коронавируса. И я надеюсь, так же это и останется. В политическом плане я бы не сказал, что влияние такое очевидное, потому что правительство и население понимают, что необходимо переждать, подождать, пока Китай разберется со всеми проблемами самостоятельно. Я думаю, что они будут успешны, учитывая, какие усилия предпринимает китайское правительство. Я думаю, еще месяц-два, и, наверное, мы будем наблюдать спад распространения вируса. Увидим какие-то реальные результаты, как Китай справляется с этим. Поэтому я не вижу серьезных политических последствий. Все прекрасно осознают, что закрытые границы — это все-таки на благо нас самих. И Китай также это осознает. Поэтому кризиса, я думаю, нет. Вот как раз если говорить не о политике, а, скажем, о торговле, современный Китай очень тесно описан в мировую торговлю. Переболеть коронавирусом в изоляции Китаю не получится. Если говорить о Центральной Азии, то, как вы уже сказали, почти все страны ограничили авиа и железнодорожные сообщения с Китаем, приостановили безвизовый режим. Но вот эта вспышка эпидемии привела к отмене авиарейсов, остановке какого-то производства в Китае, нарушению логистики между нашими странами. Закрытие границ совпало еще с празднованием нового китайского Нового года. Можно сказать то, что у наших предпринимателей есть какой-то такой запас, который каждый год они там оттовариваются, покупают какие-то товары. У них есть какой-то запас, скажем, на месяц. А если от закрытия границ будут продолжаться еще дольше, какие последствия могут быть для наших стран и кто, в первую очередь, может от этого пострадать? Ну, я думаю, что главное, кто может пострадать, скажем, сельское хозяйство. Уже Россия заявила то, что они ощущают на севере у себя там нехватку сельскохозяйственной продукции, которая постреливала с Китая. Но сам Китай, по-моему, уже два дня назад начал постепенно выходить, открывать производство, в том числе и производство продукта сельского хозяйства. Я думаю, постепенно они начинают как-то находить выход для того, чтобы экономика не стояла и это все как-то продвигалось с места. Сам Кыргызстан, наш рынок не такой большой. И я согласен с вами, что, наверное, многие предприниматели сделали какие-то предварительные запасы или предзаказы до закрытия границ перед Новым годом. Поэтому пока сейчас, по моему мнению, на рынке у нас не ощущается какого-то, знаете, кризиса или ажиотажа с этим связанного. И думаю, наверное, уже какое-то время пройдет, и Китай постепенно все-таки начнет поставлять продукцию, товары, которые обычно поставляются или проходят через Кыргызстан транзитом в другие страны. То есть сеять панику пока что-то еще рано. Да, я думаю, рано, да, потому что в 2003 году, когда Китай справился с птичьим гриппом, там ситуация, на мой взгляд, была намного хуже в том плане распространения и число заболевших. Сейчас просто из-за того, что у всех есть доступ к информации, и все постоянно смотрят в интернете, каждый вправе начинать паниковать сам по себе и распространять через своих родственников, близких. Поэтому истерия, мне кажется, намного больше, чем реальный как бы ущерб или угроза от этого коронавируса. Да, действительно, до сих пор в СМИ очень много неподтвержденной информации касательно коронавируса. Вот, к примеру, распространялась информация о том, что коронавирус может передаваться почтой, и люди призывали прекратить заказывать товары онлайн через Алиэкспресс или Алибаба. Распространялись фейки о том, что через бананы может передаваться коронавирус. Однако, тем не менее, данная ситуация уже повлияла на цены, на те же бананы. Вот в Узбекистане цены резко упали на бананы из-за вот этих сообщений и фейковых. Вы думаете, фейковые новости были заказаны латиноамериканскими производителями бананами республика? Все возможно. Ну, я сам слышал, что вирусологи говорили, вирус может находиться на вещах от 8 до 9 дней. Ну, как, не будучи медиком, я не знаю, сколько он может продержаться на каких-то посылках или товаров. Но, наверное, может быть, перед отправкой их как-то дезинфицируют. Я просто не знаю. Но так представить, чтобы через почту это распространялось. Я думаю, сейчас Китай и так не только улицы дезинфицируют специальными средствами, но, наверное, и в помещениях все, наверное, более стали ответственно относиться к стерильности, потому что это зависит уже их безопасность. Поэтому, я думаю, не стоит опасаться. И хотя я не знаю, у нас сейчас есть доставки товаров из Китая или нет? По-моему, граница пока что официально закрыта. Но я где-то читал то, что, по-моему, Роспотребнадзор сказал то, что по почте вирус не передается. То есть он крайне неживуч в открытом воздухе. И через несколько дней его практически нету на предметах, скажем, посылки, в каких-то бандеролях и тому подобное. Ну, в России холодно, но холод все-таки играет на свою роль. Как раз вот если говорить о таких фобиях, если говорить о каких-то фейк-ньюс, вспышка эпидемии коронавируса привела к тому, что люди с азиатской внешностью стали восприниматься как угроза. И это происходит по всему миру. От азиатов отсаживаются в автобусах, обходят стороной на улицах. Все это способствует росту синофобии и даже, сказал бы, расизма. Потому что от этого страдают не только китайцы, а все те, кто на них похож, в том числе и мы. Да, да, да. Вот. Некоторых странах туристы подвергались даже каким-то нападениям. Пока что у нас в Центральной Азии приходится бороться скорее не с вирусом, а как раз таки с коронофобией и с информационными утками в социальных сетях. И вот как вы думаете, можно ли говорить об усилении синофобии в наших странах из-за коронавируса? Есть ли какие-то, замечали ли вы какие-то, скажем, нападки или рост каких-то антикитайских настроений из-за коронавируса? Ну, допустим, в Кыргызстане, конечно, нам трудно определить, кто из нас кто. Потому что китайцы тоже внешне похожи на нас. И я трудно могу, трудно представить ситуацию, что по улице может туда бежать и кричать, вон китаец ловить, а он отвечает на чистом кыргызском, что там и начинается... И начинаются перепалки. Но на себе я это испытал, потому что вот буквально две недели назад я был в Японии, и мой путь проходил через Москву, и будучи в Шереметьево, я так наблюдал со стороны такие взгляды, немного осторожные. Но как бы таких критичных ситуаций не было, потому что иногда я с шуткой заходил, особенно там, если в какие-то места, кафе или... Я не китайец, не переживай. Синжай, ладно, крысь там, всё. Знаете, вот оказывается, в Москве есть такая шутка, то что люди на всякий случай не выходят на станции метро Китай-город. Нет, я не... Ну вот одна из таких шуток, конечно, она немножко обидная. Но в Японии я видел, что люди с осторожностью смотрят на китайцев, некоторые с осторожностью, потому что, во-первых, они все там и так носят маски. Во-вторых, китайских туристов в Японии традиционно всегда много. И Япония зависит от туристического потока из Китая. И они понимают, с одной стороны, что они им нужны, а с другой стороны, они немного настороженно смотрят. И я тоже мне приходилось громко говорить на японском, чтобы не подумали, что я китайец. Ну, это всё было в виде шутки, поэтому... На себе я не испытывал, но так-то, конечно, видно, что люди немного напрягаются, когда кто-то едет в автобусе и не говорит, скажем, по-японски или не говорит по-русски. Может быть, в этом есть что-то, но я не думаю, что сенофобия будет приобретать какие-то угрожающие масштабы у нас в Кыргызстане. У нас и без коронавируса хватало людей, которые имеют какие-то националистические взгляды и которые постоянно нападают не только на китайцев, но и на все другие титульные нации. Кстати, да, в прошлом году, помните, были нападения на китайских работников, на саму горнородную компанию. Вот, по-моему, на Рыне, по-моему, произошло. Ну, и сейчас на Рыне что-то там происходит. И сейчас, по-моему, как раз собирается логистический центр строить. И вот люди про них устраивают. Вот мы затронули очень хорошо политику, экономику, еще такая важная отрасль, как туризм. Насколько, на Ваш взгляд, ситуация с границами, визовым режимом повлияет двояко? То есть, с одной стороны, на поток туристов из Китая в страны Центральной Азии, и с другой стороны, на наших туристах, которые планировали туры в Китай. Ну, вы знаете, самый доступный тур в Китае у нас на Хайнань. Я не думаю, что туропоток такой громадный, и мы как-то поменяли слишком сильно планы. Это как-то сильно отразилось на наших. В материковый Китай, основной Китай, туристов ездят не так много, из-за того, что визу получить очень трудно, в том числе и туристическую. Насколько я знаю, Центральная Азия не является популярным направлением у китайских туристов. Все-таки они здесь находятся по работе. И такого большого массового потока, скажем, китайцев в Центральной Азии с туристическими целями нет. В Россию, да, потому что они посещают Москву, Санкт-Петербург, города вот этого Золотого Кольца, это все очень интересно. По-моему, делают шоппинг как раз, люксовые вещи покупают. У нас какой шоппинг? То есть они приезжают, видят свои же товары. У нас, по-моему, им интереснее может быть только Узбекистан, Самаркан. Узбекистан, Самаркан, да. Но я не думаю, что там... Хотя вот сейчас поступили данные, что 8 миллионов туристов в Узбекистане в этом году было зарегистрировано. Это может быть те, кто въезжал и выезжал, может быть. Ну да, из общего числа там 6 миллионов, это родственники, которые из Таджикистана и Кыргызстана туда-сюда переезжали. Поэтому я думаю, что для Центральной Азии, да, то, что китайцев будет меньше, с точки зрения туризма, это не так существенно. Бит тревогу еще рано. Да нет, у китайцев популярны же направления другие. Япония, Южная Корея, Россия, Западная Европа. Париж любят, Лондон, Германию. В Париже и в Италии как любят китайцев. Там даже сейчас, вот насколько я знаю, уже на покупателей из России или из других стран вообще не обращают внимания. А если заходят такие брендовые магазины китайцев, все, они все бегут, ставят шампанское, потому что знают, что они сейчас купят пол магазина. Поэтому для Европы, конечно, это серьезный удар. И для Японии, и для Южной Кореи. И для страны Азии. Что китайцев станет меньше, да. А для нас нет, мы все-таки как-то... Нам нечего предложить такого китайцам, чтобы они так сильно жаждали приехать, и их тут чем-то что-то сдерживало. И вот возвращаясь обратно к теме о коронавирусе, точнее о происхождении, есть много идей якобы тайнам создания биологического оружия, противостояния Китая-Америка. Якобы биологическое оружие создавали в городе Ухань, и потом это как-то вылезло наружу, как вот в страшных фильмах жесть фантастических. Или доходит вплоть до того, то что, по крайней мере, вот я замечал в нашем медиаполе, то что коронавирус это якобы божья кара за, скажем так, угнетение национальных меньшинских, мусульманских меньшинских Китая. Там был какой-то даже нелепый такой прикол, то что коронавирус, и что-то вот так коронавирус, кто-то так его трактовал. За запрещение якобы чтения намаза. Если мы будем так продолжать, наш эфир в РЕН-ТВ себе возьмёт и будет на себя грудь. Ну, давайте тогда по порядку, да, насчёт происхождения вируса. Ну, конечно, никто не знает, откуда он произошёл. То есть это теория Закова? Да, я не сторонник таких теорий о том, что он искусственно произошёл, или там он из космоса, либо кара. Насчёт кары там тоже необходимо сказать, что вопрос притеснения меньшинств нужно ещё и доказать, потому что всё-таки это внутреннее дело Китая, то, что какую политику они проводят в Суарк НР. Я, в частности, видел и был сам неоднократно в Синьцзяне как раз в период, когда создавались эти лагеря, и я думаю, что там много чего мы не знаем и много чего мы не понимаем относительно положения национальных меньшинств Китая. Поэтому называть это карой, конечно, это довольно неправильно. И громко сказано. Ну, конечно, и громко сказано. Тем более нам в Кыргызстане надо быть очень осторожен с подобными высказываниями, поскольку всё-таки Китай наш стратегический партнёр, и любой вмешательство в внутренние дела, это, конечно, чревато различными последствиями. Ну, мне, конечно, нет, потому что я не официальное лицо, но я всё-таки придерживаюсь такой точки зрения, что вмешательство в внутренние дела — это всё-таки недопустимо. Что касается остального, ну, вирусы возникали всегда же вот в период нашей современной истории, чем мы являемся свидетелями, да, поэтому как они возникают, вопрос, конечно, к вирусологам. Мне кажется, причина, почему в Китае именно вот часто это возникает, наверное, связана с тем, что Китай очень быстро развивается, индустрия и питание, и обслуживание, и внедрение новых технологий. И вот в этом процессе, скорее всего, ну, как бы я такой сторонник точки зрения, что где-то природа начинает давать сбой, где-то происходят какие-то катастрофические, а может быть, какие-то трагические изменения в окружающей среде, которые вот выплёскивают, да, подобные вирусы в результате вот экстенсивного развития Китая, и кое-где в тех местах там может быть несоблюдение каких-то технологий. Ну, это так, моя точка зрения. То есть, наверное, все-таки проблема роста. Самая бурно растущая экономика Китая в мире, это Китай, и вот она, конечно, испытывает для себя различные испытания. Ещё не был зарегистрирован ни один случай официальной заболевания коронавирусом. Были какие-то тоже там загадочные истории. Вообще в Центральной Азии даже. А, в Центральной Азии. Были какие-то загадочные истории, что в Таджикистан в самолёте якобы там нашли, выявили коронавирус. Потом я читал историю, то что в Туркменистане китайские работники якобы у кого-то обнаружили, даже был какой-то летальный случай. Но пока что это официально нигде не подтвердилось. И давайте подумаем над таким сценарием, то что вот выявится один-два случая, у людей начнётся паника. Каковы дальнейшие варианты, скажем, эскалации ситуации, то, что люди начнут, возможно, перестать ходить в какие-то публичные места, ходить в кафе, рестораны, ходить в спортивные секции, любые общественные места. И насколько это сильно может ударить по нашему бизнесу, по экономике и просто даже по нашей социальной жизни. Как вы думаете, будет ли такой всплеск страха и вот этой изоляции? Ну, вы знаете, да, что наш народ в Кыргызстане крайне недисциплинированный. И сколько бы мы там, допустим, даже в крайнем случае, если произошла у нас такая ситуация, и тут начинается объявление по рассылке почта, там, СМС и так далее, половина людей этого не прочитает. Или узнает у родственников потом. То есть я думаю, что из-за нашей недисциплинированности, а также неналаженной системы оповещений там и прочих таких вещей, которые должны быть в государстве, если действительно к нам попадёт вирус, я думаю, что он будет начать очень быстро распространяться. Особенно учитывая, что половина нашего населения, может быть, громко сказано, они соблюдают простые нормы гигиены, и у нас периодически вот до зимы происходят вспышки гриппа, потом после, в течение всего этого времени у нас постоянно вспышки туберкулеза из-за наплыва, допустим, внутренних мигрантов. А уже весной, когда тепло, у нас вспышка полемелит. Иногда даже вспышка чумы происходит. И чумы происходят. Поэтому в нашем обществе, в нашей стране, где не соблюдаются такие нормы и вообще население не дисциплинировано в плане вот таких вещей, для нас, может быть, это довольно катастрофично. Но я так считаю. Поэтому то, что вы такой сценарий рисуете, апокалиптический, конечно, я представляю, что все закрылись там, кто-то, может, уедет в горы к родственникам, там начнутся закрываться сёла, там, избивать человека кашляю, ещё в маршрутке будет, наверное, норма. Или ещё что-то. То есть мало того, что у нас народ не дисциплинирует, но он ещё и довольно непредсказуем своей реакцией, особенно социальной реакцией. То есть мы не знаем, тут могут пострадать не только китайцы, а вообще любые кыргызы. И сами себе вред нанесут, и сами друг другу будут вредять в китаизме, и друг друга бить. То есть, ну, на самом деле, очень трудно предугадать, что может быть. На самом деле, да, сейчас такая массовая, можно сказать, истерия, особенно в СМИ, по поводу коронавируса. В частности, на днях прочитала новость, что в Индии человек якобы у себя диагностировал, но причём ошибочно, коронавирус. Но, несмотря на это, он покончил жизнь самоубийством. То есть, как видно, вот эта истерия, она доходит уже за рамки. Про круизный лайнер, где вот тоже нашли случаи коронавируса, и там, по-моему, несколько сотен человек, по-моему, заболели, если не тысячи человек. Это же прям сценарий для фильма же будущего. Я уверен, что в будущем снимут фильм по... Так, мне кажется, уже и снимали фильмы, да, по-моему. Ну, постоянно снимали о вирусах и о гибели человечества. А вот эти, как-то вы говорите, два примера. Это, по-моему, европейское судно, и сейчас в Японии. В Японии, да. Находится это судно. Там действительно, наверное, ужас. Это ужас. Никуда не сможешь убежать. Питаться надо. Идешь в столовую. Там, наверное, не как-то болеет. Это же просто... Ну, трудно вообразить, конечно, атмосферу на закрытом таком судне. Это страшно, конечно. Еще на фоне последней новости о том, что в Китае собираются воздеть смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Это буквально вчера... И людей выволакивают из домов, из зданий. Если вы прячетесь, то вас прям выволакивают. Я видел истории, когда там кого-то... Ну, рукоприкладствуют, да. То есть там... Ну, я такого не видел, но, наверное, в каких-то провинциях это практикуется, если действительно люди уже настолько устали, наверное, от этой ситуации. Еще плюс, учитывая такое китайское коллективное упорство, побороть любую проблему, любую угрозу для своего общества, я думаю, что такими темпами, да, они могут скоро победить вирус. Дай Бог нашему региону обойтись без этой страшной ситуации. И вот в заключении нашего подкаста хотелось бы услышать ваше мнение. Можно ли прогнозировать в ближайшее время, когда вот такой ажиотаж вокруг этой темы завершится, либо пойдет такой спад количества заразившихся и летальных исходов, что мы уже ну будем так поскольку-постольку вспоминать об этой ситуации, которая имела место в каком-то там двадцатом году. И детям рассказывать, да? Да. Но насколько я читал, пока еще распространение вирусов в Китае не достигло пика своего, как только он достигнет, пойдет спад. Я опять-таки, в линии вирусов, конечно, я как и вы могу гадать, да, просто сказать, ну, два месяца, да, На самом деле никто этого не знает, но я просто уверен, что в Китае с этим смогут справиться. Рано или поздно, займет ли это там больше месяца или больше двух месяцев, но я думаю, что уже через короткий срок, ну, скажем, два-три месяца, мы можем вдохнуть свободно и снова начнется открытие Китая и восстановление тех связей, которые там экономических и прочих, туристических обменов. Я думаю, что все-таки Китай это все поборет. А насчет Кыргызстана, ну, видите, мы и так находимся в изоляции от всех, скажем, крупных туристических потоков, мировой экономики, инфраструктурных проектов. То есть, пожалуй, наше такое разгильдяйство нас всегда спасало, на самом деле, Кыргызстан. Вот если помните экономический кризис 98-го года, 2008-го года, нам было все равно, потому что мы не интегрированы в экономическую систему. И у нас перманентный кризис. Да, не, ну у нас не кризис, просто у нас как бы серая, черная какая-то там экономика с двойным дном, у нас вот эти процессы, там, если где-то NASDAQ падает, там, или нефтибренд тоже падает, или повышается, нас вообще это не касается, нас интересует, сколько стоит там конина, барашки на той, там, сколько. Это такие вещи простые, житейские, и возможно, наверное, надо, наверное, благодарить, наверное, нашего вот этого небольшого разгильдяйства, что нас вообще это не касается. И многие даже шутят, что, ну, конец света произойдет, и кыргызы только потом последнее узнают. О, что, правда, что это? Ну, я знаю, что это и грустно, и смешно, но что сделаешь? Мы живем в нашей стране, и как-то мы к этому уже привыкли. Да, ну, надеюсь, все мрачные прогнозы, все мрачные вот эти предсказания, они не сбудутся, и все это пройдет мимо, и мы будем также вспоминать об этом, как о вспышке атипичной пневмонии, вирус, который был в Африке. Спасибо вам за занимательную беседу. Ни за что. Напомню то, что у нас в гостях был Есенус Субалиев, директор аналитического центра «Разумные решения». Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабаразия». С вами были ведущие Эрмек Байсалов и Наргиза Мураталеева. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками на события, происходящие в Центральной Азии. Нам важна реакция и связь с аудиторией, поэтому просим вас оставить комментарии в соцсетях о том, на какие темы или кого вы хотели бы послушать в будущих выпусках. Ну и в целом любой отзыв приветствуется. Данный выпуск был записан благодаря помощи Central Asian Design Hub. До новых встреч и до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова